Видео-история о том, как Аня решила сделать монстрика. Монстр-влог. Будни моего монстра продолжаются, и с каждым днем он улучшается и улучшается. Вернее, он не то что улучшается, он просто заканчивается, то есть я близка к завершению работы. Я пришила ему глаза, конечно, это больше похоже на попу или щечки, это все очень мягкое, потому что там внутри вата, и я решила, что сделаю очень простые глаза, сначала я хотела сделать космос, как обычно рисую, но потом вспомнила, что на эскизе, по которому я делаю этого монстра, у меня сердечки, и я хочу, чтобы он был максимально, насколько это возможно, похожим, поэтому я ставила такие же глаза, как на эскизе. Это моя испорченная маска, я ее пыталась сделать красивой и покрасить, в итоге она вышла такой неряшливой и неаккуратной. Я сначала пыталась придать ей эффект винтажности, типа потертости, но вышла не очень. Вернее, я сама не поняла, как я добилась такого эффекта, не смогла его повторить, и у меня получилась просто какая-то размазня. Буду, не знаю, что делать, переклеивать, перекрашивать, залеплять, еще не придумала. Это мое сердечко-пуговка, пока что это самая идеальная деталь из всего монстрика, из всей этой игрушки. Рога я покрасила черным, и думаю, что сделаю такой же эффект, как сделала на пуговке, то есть там будут белые капельки, белые какие-то точечки. Я хочу еще на один из рогов привязать бантик, как у моего монстрика на иллюстрации сделано. Мне кажется, это украсит и добавит какой-то акцент, потому что мне нужен красный, тут все белое и черное. Еще я нарисовала ему, наконец-таки, сердечко посерединке на маске, мне оно очень нравится. Сейчас придется его, наверное, закрашивать, потому что мне придется исправлять всю маску. Может быть, получится долепить сверху массу, тогда не придется ее вылепливать заново. Это будет гораздо быстрее. Сама маска будет держаться на ленточках. Ну, пока что я ее прикрепляю на ниточке, но в итоге будут красивые черные ленточки. Хочу предостеречь вас и, возможно, облегчить работу. Когда я пришивала попу глаза, то столкнулась с тем, что из-за того, что я покрасила тело куклы акрилом, она стала очень плотная. И я просто сломала иголку и сколола себе пальцы, пока пришивала эту часть к покрашенной голове. Поэтому не красьте те части и те элементы, которым вы собираетесь что-то пришивать. Лучше сделать это потом. Но так как я не знала, что я столкнулась с этой проблемой, я все сделала наоборот. Всем привет из сегодняшнего дня. Так на данный момент выглядит мой монстр. Как выяснилось, я просто ненавижу заправлять нитки, поэтому буду делать это долго. Сейчас только половину из них заправила. Я прикрепила пуговку к нему на свитер, чтобы она не потерялась, потому что она терялась у меня уже несколько раз. И я решила, что пока пусть хранится таким образом. Когда смотришь очень близко, видно, что черный просвечивается через белый, поэтому еще раз прокрой его, чтобы был просто белый. Если сам монстр сшит у меня из подушки, то глаза монстра я делала из своего платья. У меня очень много разных черных платьев трикотажных, и периодически я от них избавляюсь. И вот одно из платьев пошло на наряды для моих кукол и для глаз монстра. С маской все хорошо. Благодаря моим экспериментам я даже решила немножко ее поменять. Помните, у меня были проблемы с тем, что она была грязной из-за того, что я пыталась ее покрасить. Когда она высохла, я верхним слоем добавила еще массы DAS, и теперь она стала такого же цвета, однородного, как была. Немножко еще поменяла ее форму. Единственное, что теперь уши не такие объемные, как были раньше. Мне нравилось то, что в этом месте они так заворачивались, круто. Похоже на настоящие ушки. Уже не буду ничего менять, пусть они остаются такими. В следующий раз, когда буду делать что-то подобное, подобную форму, буду это учитывать. Я рассказывала вам про то, что я заказала стейки. Они еще не доехали до меня, а монстры я уже почти закончила. Думаю, что не буду ждать их, обойдусь пока без них. Я покрасила рога, пока еще не доделывала их окончательно. Просто вставила в маску. Сердце удалось сохранить. Ну, в принципе, она почти закончена. Я знаете, что придумала? Я как раз испортила свою маску экспериментами с покраской. И решила, что сделала внутреннюю часть черной с помощью маркера. Маркеры отлично рисуют по этой поверхности. Вот это нарисовано акрилом и маркером. Просто акрил почему-то не дает такой ровной линии. И я решила край обвести маркером. Это тоже серый маркер. Думаю, что его добавлю немножко пятнами по краю. И будет вот такая маска. Мне нужно купить черные ленточки. Сегодня отправлюсь за ними. Еще они мне нужны для фотографии. У меня была вот такая фотография с моей первой куклой. Мне она очень нравилась. Такой Dexter Style. И я хочу сделать такую же фотку со своей другой куклой. Куклой-паучком. Это часть от нее деталей. Их там очень много лапок. И я перевяжу их черной ленточкой. До этого я все красила таким достаточно густым акрилом. И старалась почти его не разводить. Потому что боялась, что элементы, которые я клею, могут стать более тонкими или более хрупкими. Но если его разводить, он дает более ровный цвет. Поэтому я думаю, что эту куклу я покрашу очень разведенным акрилом. И поверхность станет более гладкой. Но при этом цвет будет красивым. И он не будет давать дополнительную фактуру именно краске. Еще я довязала рукава. Один полностью готов. А второй наполовину. Но я думаю, что быстро его доделаю. И можно уже будет собрать свитер. И приступить к хвостику и тапочкам. У меня несколько идей по поводу реализации хвостика. Первая это сделать его из пряжи. Ну я как-то ее соберу так аккуратно в какой-то шарик. Такой ватный сахарок. И будет что-то подобное, как у меня на картинке. Можно, конечно, сделать из войлока. Но мне не хочется заниматься этой штукой только ради одного хвостика. Еще я думала просто сделать из ваты. Можно даже покрыть ее немножко краской акриловой. И она будет более плотной и не будет разваливаться. Хочу дать совет тем, кто будет работать с пастой ДАС. Обязательно пользуйтесь водой. Вот только с водой получается такая ровная и приятная поверхность. Гладкая. Потому что если лепить без воды, это вообще какая-то непонятная структура. И застывает все неровно и неоднородно и некрасиво. Я сейчас выравниваю элементы для другой куклы. Это кукла-паучок. И как раз вот просто все детали, которые у меня готовы, прохожу водой. Немножко массы и воды. Детальки получаются очень легкими и прочными. Я их уже несколько раз роняла, пока что ничего не отвалилось. Они просто невесомые. И вообще очень приятные на ощупь. И касаться, и держать их в руках очень приятно. Я отправляюсь доделывать рукава. И может еще что-нибудь успею сделать. Покажу вам, что у меня получилось в следующем дне. Я очень долго придумывала, как же сделать для своего монстра обувь. Решила, что слеплю подошву. Мастерством симметрии я не владею, поэтому правая и левая части у меня отличаются. По краю всей формы я сделала дырочки, чтобы можно было пришить вязаную часть. Сначала я хотела, чтобы обувь была максимально похожа на то, что у меня на картинке. И связала типа такой ботинок. Но смотрите, он очень большой. Вот. Подошва. И просто она там тает. Вывязав эту часть, я решила, что такая обувь мне не нравится. Она похожа на какие-то детские пинетки. Ну, короче, она какая-то не стильная и не прикольная. Может быть, для другого персонажа это и ок, но моему монстру это не идет. Когда я считала количество петелек, я решила, что у меня есть рукава. Посмотрю по ним, сколько петелек нужно набирать. Я надела рукав на ножку, и получились отличные гетры. Я решила, что сделаю просто черно-белые гетры. И потом пришью к ним вот эту вот подошву. Ну, покрашу ее, конечно. На этом варианте я решила остановиться. Он мне понравился. Буду делать так. Ну вот, можно засунуть сюда подошву и посмотреть примерно, как это будет. То есть, вот так все я буду пришивать. Я очень рада, что определилась с обувью, потому что это был очень важный вопрос. Хвост я решила вообще не делать. Мой монстр достаточно плоский, если вот смотреть на него вбок. И хвост ему вообще не идет. И свитер у меня слишком длинный, и тело короткое. В общем, вбок зато нарисовала. По аквилу очень круто рисовать. Так что хвоста не будет. Вот, смотрите, типа ботиночек. Рукава у меня уже готова, осталось только их пришить. Очень надеюсь на то, что следующий день будет последним. И я покажу вам уже полностью собранного монстра. Потому что, по сути, мне осталось только обувь и пришить рукава к свитеру. Что касается маски, то я решила ее не покрывать лаком. Как видите, я передумала по поводу всех своих предыдущих решений. Маска немножко поменялась. Я добавила узор вокруг глаз. Вначале я хотела красить все акрилом, но попробовала рисовать маркерами. Маркеры прекрасно пишут по этой массе, как по бумаге. Ничего не растекается, контур получается четким, заливка очень плотная. Я сейчас думаю, может быть, какую-нибудь сумочку ему связать. Мне не хватает еще какого-то черного пятна. Но, может быть, гетеры все решат. Я, как придумыватель новых функций для разных предметов, могу вам посоветовать новую крутую палитру. Это крышечка от чипсов. Когда чипсы заканчиваются, она может стать отличной палитрой. Я сделала рога, добавила пятнышки и покрасила их. С оборотной стороны решила не рисовать. Пусть будет только тут. Теперь они стали сочетаться и хорошо смотреться со всей остальной пятнистостью монстра. Вот так будут смотреться, я их потом окончательно закреплю. Хочу показать вам еще одну штуку. Это мой кукла-паучок. Смотрите, какая она клевая. Она может двигаться, она будет стоять, давать лапку. В общем, она мне ужасно нравится, и я очень рада, что я ее все-таки доделаю и вообще продолжаю. Это все я красила маркерами, думаю, что добавлю еще на тело всякие рисунки. Несмотря на то, что она будет в одежде, все равно клево ее потом раздеть и увидеть, что на теле есть разные узоры. Ну, вот так она выглядит. Покручу вам. Вот, пожалуйста, мой ручной паучок. Я уже хочу скорее ее доделать и показать вам результат. И я купила черные ленточки. Всем пока-пока. Увидимся в следующем дне. Привет всем из сегодняшнего дня. Я дико радостная сегодня, потому что я чувствую, что я его закончила или почти закончила. Смотрите, я сделала ботиночки. И даже у меня получилось сделать к ним рожки. Я сразу записываю это видео после того, как сделала этот ботинок, поэтому я немножко безумная и безумно радостная. Сейчас я делаю как раз второй, пользуюсь просто иголкой и вот ниточкой и зашиваю это все, то есть, чтобы он держался. Я пришивала подошву в первом ботинке. Когда уже весь его связала, то есть, ну, вот этот весь огромный гетер длинный, это было дико неудобно. И сейчас я решила, что нужно делать это, когда он короткий. Это гораздо легче и быстрее. Что касается рожков, то это просто проволока. Толстая проволока, которую я согнула и отрезала. И тоненькая проволока, которая намотана сверху. А вот это вот все, это белые нитки, которые покрашены акрилом. У меня не было клея. Признаться, на улице достаточно холодно, чтобы ходить каждый раз в магазин, когда тебе вдруг в голову взбретет какая-то идея и тебе нужен какой-то новый материал. Поэтому я просто пользуюсь тем, что есть. У меня не было клея. И я покрасила все акрилом. Нормально все застыло и красиво смотрится. И как раз исчезла вся эта волосинистость пряжи. Я купила ленточки для маски, но мне не понравилось, как это смотрится. Слишком красиво для этого монстра. И я решила, что привяжу сюда просто веревочки. А ленточки отдала пауку. Все готово, кроме его второго ботинка. Но если я сделала первый, то думаю, со вторым проблем не должно быть. Мне нравятся его ботинки. И рога. Напоследок, перед прощанием, покажу вам своего паука. Но вы ее уже видели. Я разобралась цветом. Буду ее красить вот так. И даже нашла и фиолетовый бант. Смотрите, как круто смотрится. Вот такой у меня будет паук. Может быть, даже в итоговом дне. В следующем покажу вам и ее тоже, если успею сделать. Сейчас я понимаю, что у меня монстр готов. И я совсем не знаю, как его круто сфоткать. Но я думаю, что мне придется все-таки что-то придумать. Но пока что идеи у меня нет. Так что пойду доделывать второй ботинок. Радоваться, что он почти закончен. И придумывать что-то с фотографией, чтобы его достойно показать вам в итоге. Пока-пока. До следующего дня. Всем привет из моего официально последнего дня. С одной стороны, как-то грустно, что я не запишу завтра видео про своего монстра. С другой стороны, я безумно счастлива, что я не запишу видео про своего монстра. Потому что он готов. Мне очень нравится то, что я решила сделать обувь так, как я задумала. И у меня это получилось. Я просто горда собой. Мне нравятся рожки. В прошлом видео у него был только один ботиночек. Теперь полный комплект. Их два. Я дорисовала сердечко с пятнышками на подошве. Подумала, что это очень мило. И это похоже на меня. Я рассказывала вам о том, что хотела на готовом монстре добавить бантик на один из рожков. Но это смотрится слишком мило. Слишком сладко. Мне это не понравилось. Но бантик мне все-таки хотелось какой-нибудь добавить. Поэтому я решила, что тут это будет более красиво и более уместно. И я сделала его не красный, а черный. Так держится маска. Это просто веревочка. Но вы помните, как он выглядит без маски. Не буду ее снимать. Я покрыла роголаком в финальной версии, а маску оставила без покрытия. На мой взгляд, так смотрится лучше. Смотрите, какие чудесные подошвы тапочек. Это моя самая любимая теперь деталь. Хочу сказать спасибо всем, кто вкладывал в свои зимние письма для меня пакетики с чаем. Я уже весь ваш чай с удовольствием выпила. И это последний пакетик. И так получилось, что это последнее видео. И спасибо тем, кто присылал кофе и другие напитки. Я их также не оставила без внимания. Хочу поделиться с вами несколькими важными моментами, которые я поняла для себя в процессе создания этого монстрика. Первое. Если у тебя что-то не получается, просто отдохни и потом возьмись за это снова. Не нужно себя мучить. Не нужно себя ругать и упрекать в неумении. И, конечно, не нужно ломать себе руки. Если вы в чем-то допускаете ошибку, то сделайте эту ошибку красивой изюминкой. Помните, что было на месте моего сердечка. Если вы что-то не можете сразу реализовать из-за недостатка опыта или похожих причин, то сделайте все так, как вы можете на данный момент. Посмотрите видео про мою первую шарнирную куклу. Я там рассказываю о том, что я специально не делаю что-то сложное, потому что я просто не сделаю это хорошо. Я беру очень простую форму и делаю ее более-менее прилично. То есть реально оценивайте свои силы и возможности. Используйте тот минимум, который у вас есть. Если вы просто хотите попробовать, можно начать с чего-то незначительного и не тратить на это большое количество денег, времени и своих стараний. Делая следующих кукол, я точно буду делать выкройки, буду стараться больше времени уделять симметрии. Хочу в ближайшее время попробовать разные другие материалы. Я говорю именно про материалы для лепки, чтобы найти тот самый идеальный для себя материал, который позволит мне работать комфортно и получать какой-то крутой результат, учитывая мои не очень продвинутые возможности по скульптуре и лепке. Я только закончила своего монстра и приехали мои стеки. Я вот прям сегодня их забрала. Покажу вам только коробку, там очень много всего крутого. Так выглядит моя восхитительная коробка. Там внутри меня ждет много разных масс для лепки и инструменты. Сделав своего первого монстра, я поняла, что я хочу заниматься этим более серьезно, более профессионально, поэтому я заказала себе действительно какие-то более профессиональные и более нужные вещи, которые, надеюсь, облегчат мою жизнь. У меня появился любимый арт-веб-шоп, это красный карандаш. Ссылка на них будет в описании. Все маркеры и инструменты, которыми я пользуюсь, я теперь заказываю там. Я надеюсь, что вам понравился новый формат влога монстров, и если это так, то я с удовольствием буду делать такие вещи почаще и рассказывать каждодневно о проектах и разных вещах, над которыми я работаю и которые пробую реализовать. Поэтому все дальнейшие обсуждения моей работы и формата видео предлагаю перенести в комментарии. Я отправляюсь сделать коробочку для своего монстрика, доделывать куколку-паучка и рисовать кучу всяких заказов. А вам желаю волшебной недели, вкуснейшего чаечка и множества монстриков, конечно же. Всем пока-пока! И не забудьте поставить мне лайк в инстаграме, я же лучше всей той хиготы, которую она делала. Монстр молчи!